Скандал вокруг мессенджера Телеграм продолжается. Еще 13 апреля Таганский суд Москвы принял решение о его немедленной блокировке. Причины достаточно весомы. Мессенджером пользуются террористы, гомосексуалисты, педофилы, атеисты, контрабандисты, наркоторговцы, каннибалы и рэпер Птаха, что недопустимо. Ведь наши спецслужбы не имеют доступа к их перепискам, а создатель Телеграма Павел Дуров не хочет предоставлять им такой возможности. И это как никогда подозрительно. Ведь какой может быть причина неподчинения русской духовности? Отсутствие желания помочь работникам спецслужб смотреть интим фото в личных переписках, а также вовсе быть сторонником конфиденциальности. Скорее всего, потому что есть что скрывать. Наша редакция раскрыла тайну Павла Дурова, уличив его в причастности к террористическим группировкам, а также сатанизме. Передаю слово нашему корреспонденту Леониду Продашному. Блин, что-то воротит меня от вчерашних пельмешей. Леонид, вы в эфире? Именно на этом месте мы наконец-то поняли мотиву Павла Дурова сохранить секретность переписки. Мы смогли поймать след по этой тропинке из денег, что является главной отличительной чертой долларового миллиардера. Создатель Телеграма не хочет истреблять. В говно вляпался. Террористов, а наоборот пытается им всячески содействовать с помощью мессенджера и сатанинских обрядов. Именно в этом здании он встречается со своими запрещенными в России друзьями. Пройдемте. Как мы можем видеть, закрытой решеткой вход строго по пропускам. Но даже без проникновения внутрь мы смогли найти кое-что весьма любопытное. Обратите внимание. Например, здесь перед нами очевидно чертеж твердотопливной, межконтинентальной баллистической ракеты мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Повторюсь, это только чертеж, но и он выглядит достаточно убедительно. Он выглядит мощным, большим, будто вот-вот мы увидим вырывающиеся напалмы с головки ракеты. Повторюсь, если бы не блокировка мессенджера, это бы коснулось нас. Также нашу теорию подкрепляют характерные надписи на стенах. Например, вот здесь мы можем увидеть четко написано, как синтезировать циклон B. Если кто не знает, это пестицид, популярный в нацистской Германии. Конечно, внимание бросается и на пентаграмму сатанистскую справа, справа, и, конечно же, останки жертвоприношения, которые почему-то не убрали. Опа. Это говорит о том, что также Павел Дуров был не прочь отдать честь сатане. Ходят слухи, что именно благодаря его величеству появился так называемый VPN. Спасибо, Леонид. Так или иначе, что там у вас? Леонид! Леонид! Алло, Леонид! Уважаемые зрители, кажется, у нас некие технические неполадки, но в люб... Или не совсем технические. Во имя сатаны. Ради телеграмма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова